Вот я все время вам создаю контент, правильно, нормальный, так что люди взгреваются, ай-сяу, ай-сяу, говорят, а вы не задаете такие вопросы, чтобы я взгревался и говорил, ай-сяу, ай-сяу, какие крутые вопросы, но вот сейчас пришел тот момент, ваш шанс. Владимир Минеев объявил об отмене боя с Никулиным, и потом я продолжил вопрос, пока я не просто отреагировал на этот факт. А кто следующий вопрос? Нет, просто сам факт, что обычно... Подожди, окей, бой не состоится, да, я так понимаю? По причине кого? Просто отменен. Отменен, он просто сказал, не сказал там, потому что Никулин или потому что я вот так, где-то. Просто, конечно, Никулин, пусть дальше сделает. Да? Ну, это обращай на инстаграм. То есть не будет противостояния, Никулин меняет. Ничего себе, значит, меняет, не заработает, снова. Да, у него, конечно, положение сейчас тяжелое. Уже он думал, резко сейчас Никулиным порешаю вопрос. Лапки заработали, немножко будет вот это промежуток, так сказать, перевести дыхание. А тут нет этого промежуточка. Долгий, простой для меня его, для чемпиона. Но, так-то я прикалываюсь, что-то может говорить. Но для него, если уже объективно, да, если я сам как интервьюер, там, или, я не знаю, аналитик подойду к вопросу, то долгий, простой для чемпиона. Но в ожидании там какого-то именно громкого события, где тебе прямо много заплатят, иногда играет против нас. Да, опять же, спрос должен быть. Если на тебя нет спроса, значит, ты просишь много. Значит, просишь много. Но вот, мне кажется, ему все же такие, надо двигаться, уже время идет, он простаивает, не потому что у него травма, там, или что. Если у меня травмы не было, я уже там три поединка провел, наверное, уже плюс. Может, где-то среди них, именеев был бы. Ему нужно включаться, да. Это как разогревчик, как спарринг такой, знаешь, прочувствовать рейнг, выйти с Никулиным, нужно было бы работать. Но, к сожалению, это противостояние состоится к сожжению, и для меня его тоже, по всей видимости. В таком случае, это заработок. То, что он должен был заработать. Скорее всего, он уже потратил эти деньги в своей голове. Ну, ладно. Магомед, вот Вагаб говорил, что он на улице был во многих ситуациях, и почти всегда из них выходил победителем, и они для него хорошо заканчивались. А поскольку вы одного года, и, возможно, давно друг друга знаете, а вы были совместно в каких-то уличных ситуациях в Дагестане? Видел ли ты Вагаба в деле в уличных ситуациях? Ну, нет, не видел. Очень культурный, на самом деле, вежливый парень. Тяжело там дается. А так, знаешь... Ну, может, до него хулиганы. Когда очень большой, мощный, здоровый, такой опасный человек вежливый, ты принимаешь эту вежливость. Ну, понимаешь, то есть тут тяжело с таким подраться, знаешь, он вежливый, а ты грубый, дабы довести до какой-то стычки. Я лично не видел. Я знаю, но я не видел. И он не видел моих стычек на улице. Возможно, мы просто не даем друг другу подраться на улице. Пытаемся разрулить. Да, если он разгневался, например, что-то происходит, я же с холодной головой могу разрулить ситуацию. Также и он в моем случае. Не обязательно сейчас, прикинь, он такой... Я сразу такой присел. Он пошел, Агаб там, дернул. Зачем это на улице? Ну, вообще, для этого была очень такая основательная причина должна быть, чтобы на улице вот какой-то конфликт, как конфликт сообразить такой физической, там, неправой. А вы вообще как давно друг друга знаете с ним? С Агабом? Очень давно знаю. Ну, не знаю. Очень-очень давно. Ну, вот так... Ну, давай возьмем вот так. Да, возьмем 12 лет, например. Это давно достаточно. Просто Агаб говорит, что он так больше всегда двигался по ударным единоборствам, там, бок, кикбоксинг и так далее. Я знал его раньше, да. А потом я знал его раньше, чем мы познакомились. Ну, как и он у меня оказалось. Именно как перспективного спортсмена из Дагестана, да? Угу. А вопрос такой же очевидный. А кого вы позовете на спарринге для Александра Шлеменко? По-моему, пора уже его начать задавать. Посмотрим у Анкалаева что-то. Ну, вот Анкалаев хорошо работает с левшей. Шара. Шара тоже очень хорошо работает с левшей. Мне нужна эта левосторонняя, короче. А Анкалаев и Шара, по-моему, высокие для Шлеменко? А это уже не я. Там уже прицел чуть ниже задал. То есть, главное, чтобы левша был? Да. Хабиб говорит, что мы какие-то не те вопросы задаем. Теперь вот ты говоришь, что какие-то не те вопросы задаем. Все нормально. Сейчас вроде не нормально. Может, какой-то шифр именно не понимаем? Все нормально как-то. Я чувствую, нормально как. Вот с тобой хочется, конечно, конфликт сейчас сразить. Да, а я конфликтный человек. А в остальном, да? Вот что-то вот прямо хочется. Да, я здесь с детства такой был. Ну, ладно. Ну, вот вы сейчас спросите, а какого вопроса-то не хватает? Какой ты хочешь услышать вопрос? Ну нет, я не хочу никакого вопроса. Мне вот в данный момент можно об этом не спрашивать. Вы сделали отлично, неплохо свою работу сейчас. Нормально, поспрашивали, все нормально. Сегодня вам четыре с минусом. Продолжить тему с Хабибом. Хабиб не пробовал лично выйти на тебя и предложить какой-то вариант? У Хабиба тоже лига, да. Возможно, что и в Хабиба лиге тоже вы увидите мое противостояние. Серьезно, это возможно, это обсуждалось. Возможно, такое тоже случится. Ну вот как раз Хабиб планирует устроить турнир в Саудовской Аравии. Ты с кем хотел бы увидеть мое противостояние в лиге Хабиба? Там Рошад Эванс, по-моему, да? Хороший, такие интересные персонажи есть. Ну, кто в среднем России? Кто в среднем? Ну, прекращай. Давай, следующий. Некоторый Ломбард, например. Да, вот, к примеру. Вот, это интересно тоже. Это интересно. Йоэль Ромеро. Тоже интересно. Тоже там, да? Ну, он Беллотер, да. Ну, он Беллотер. Окей. Ну, вот, короче, у Хабиба есть там, можно пошуметь. Пошла тема, да, про Александра Емельяненко. Последний раз, когда на эту тему вам задавали вопрос, это было, по-моему, на мероприятии Сеи, турнир. Ну, тогда говорили, что, типа, давно его не видел, не знаю, в каком состоянии, но вроде как надо бы ему помочь. Наверное, вот за последние пару дней видели уже его состояние нынешнее. Вот, какие мысли, если так освежить впечатление? Хуже, лучше, чем ожидали. Ну, он сейчас в реабилитационном центре, правильно. Вы останавливаете? Да, посмотрим, немножечко подождем еще и посмотрим, как все будет складываться. Вот, ну, начало хорошее, да, реабилитационный центр там и так далее. Новости хорошие есть, а как пойдет, он дальше, давайте посмотрим. Вот, все, что могу сказать. Магнит, а вот ты выглядишь сытым сейчас не только как в плане кулинарии человеком, но немножко... Не-не-не-не, я про другое вообще начал, но и сытым от боев немного. Вообще, многие бойцы говорят, что уже не так интересно смотреть, уже, ну, как бы ты наелся этого, действительно. Кто так сказал? Да я в каждом втором интервью слышу, что, ну, особо смотреть интересно. Кто сказал, что особо смотреть не интересно? Последний раз я с Волковым говорил, он говорит, мне неинтересно смотреть, я редко смотрю. С Волковым? Да. Ну, конечно, он сам занимается, ему, человеку не до этого. Так я думал, что и... Ну, она прижимает, просто, слышишь, у него бой в UFC. Он сейчас будет, бывает, вообще не хочешь отвлекаться, не смотришь никого, ничего. Я сейчас... Да? Можно я закончу, пожалуйста? Я хотел спросить, а когда ты в последний раз вставал, чтобы посмотреть бой в UFC, если это был бы не твой одноклубник, например? То есть мы не берем там Магомеда Анкалайфа, а какие-то бои топов, чтобы ты прям просыпался и вот в это неудобное для Москвы и Махачкалы время смотрел бой и трансляцию? Я так не проспаюсь, да. Я сплю, потом смотрю в записи, там, так легче мне. Ну, в прошлом я должен сонный, такой засыпающий смотреть, и бои... Если я в этот момент не сплю, да, но если мне хочется спать, я лучше спать, просыпаюсь, включаю записи, пересмотрю. Опять же таки, есть, которые реально вот не дают заснуть, это когда там вот, опять же, кто-то из своих дерется. Ну, ты видишь, вот конкретно кто-то, допустим, из... Ну, например, сейчас я скажу вам, какое противостояние... Нет, он же не из наших, да, ты имеешь? Наши... Наши лица я, естественно, не хочется спать, хочется... Был ли бой топов, чтобы, да, тебе было интересно, кстати, посмотреть? Не знаю, да, были. Юля Ромеро, Джон Джонсон там были, которые я хотел и все же... Ну, опять же, такие большие бои, такие большие именно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! До субтитров А.Семкин! Редактор субтитров Н.Обалькова! Корректор А.Кулакова ЯЗЫКЕ Продолжение следует...